Здравствуйте! Это Актуальное интервью. Я Татьяна Черемкина. В студии руководитель департамента по вопросам местного самоуправления, администрации главы и правительства Республики Саха-Якутия Василий Васильевич Сапсай. Василий Васильевич, здравствуйте. Добрый день. В эти дни, вот вчера буквально, начал работу первый съезд представительных органов муниципальных образований. Скажите, пожалуйста, вот какова роль участия органов исполнительной власти Республики в становлении этого института? Первый съезд депутатов – это знаковое событие, во-первых, потому что он первый, и все-таки такой формат, в котором участвуют представители со всех муниципальных образований, говорит о масштабности этого мероприятия. И поэтому, конечно же, здесь особую роль в подготовке этого мероприятия сыграл и Организационный комитет, и Государственное собрание Илтумент, и исполнительные органы государственной власти тоже принимают участие в различных мероприятиях, которые предусмотрены планом подготовки и проведения съезда. Действительно, с вчерашнего дня начали уже проводить курсы повышения квалификации. Это тоже очень нужное мероприятие с тем, чтобы депутаты имели возможность пообщаться с профессионалами, специалистами, повысить свой образовательный уровень, задать вопросы, которые сегодня их беспокоят. Ну и, конечно же, предусмотрены такой формат, как круглые столы, где можно было бы с участием органов государственной власти обсуждать и проблемы, и вместе вырабатывать какие-то подходы новые с тем, чтобы на пленарном заседании 30-го числа можно было бы обсудить те решения, которые будут приняты на круглых столах, решения предложения, для того, чтобы обсудить на пленарной части и выработать уже предложения в решении съезда, отразить предложения, поступившие от депутатов и от участников круглых столов. Василий Васильевич, ну кроме того, Высшая школа инновационного менеджмента также проводит курсы повышения квалификации, вот как раз делегатов, участников этого съезда. Действительно, вчерашний день был полностью посвящен курсам повышения квалификации, и в обсуждении основная тема – это применение проектного управления в деятельности органов местного самоуправления. Действительно, в деятельности муниципальных образований должны применяться современнейшие методы. Необходимость в этом обусловлена тем, что важнейшая задача – это экономные, эффективные расходования бюджетных денег, достижение конкретных показателей, которые бы отражали и снижение бедности населения, повышение активности населения, вовлечение граждан в деятельность органов местного самоуправления. И на этой основе, конечно же, даст возможность добиваться повышения качества жизни наших граждан. Поэтому эти вопросы должны, конечно же, решаться комплексно. И применением современных методов управления, и, конечно же, с учетом действующего законодательства, которое требует жесткого исполнения требований бюджетного кодекса, налогового кодекса, ну и других нормативных актов. Василий Васильевич, если говорить о бесключительных компетенциях представительных органов муниципальных образований, то каковы они? Каковы эти компетенции, которые присущи только этому органу власти? Законодатель действительно наделил представительные органы исключительной компетенцией в ряду трех основных органов местного самоуправления, которые являются обязательными, а это глава муниципального образования, хоть он и является высшим должностным лицом, плюс администрация и представительный орган, то как раз представительный орган обладает, можно сказать, высшей компетенцией по решению не только вопросов местного значения, а и в части взаимодействия с другими органами. То есть четко прописано, что глава муцепального образования подотчетен и подконтролен представительному органу. В ряду вот этих компетенций, а их 10, предусмотрено, что представительный орган вправе контролировать деятельность органов местного самоуправления в части исполнения вопросов местного значения. То есть представительному органу подконтрольный, подотчетный и администрация, и глава муцепального образования. И этот перечень исключительных компетенций заключается особым правом представительного органа даже принимать решения по удалению в отставку главы муцепального образования. Ну, это, скажем так, исключительная компетенция. Важнейшие права у представительного органа заключаются в том, что исключительно представительный орган принимает решения по принятию новой редакции устава, по внесению изменений в устав. Исключительно представительный орган принимает бюджет муниципального образования. Бюджет, конечно, является основой экономического развития территории. Исключительно представительный орган определяет порядок создания муниципальных предприятий, их реорганизацию, их ликвидацию. И представительный орган принимает, по сути, программу комплексного социально-экономического развития территории. То есть, действительно, это исключительная компетенция, и поэтому депутаты, а как раз представительный орган состоит из депутатов, депутаты должны обладать знаниями, профессиональными навыками, с тем, чтобы принимать решения и в интересах местных жителей, но и самое главное, эти решения должны противоречить действующему законодательству. Это тоже очень важно. В противном случае наступает ответственность представительного органа перед законом и перед населением. Вот эти компетенции, они, конечно, законодательно все установлены. Насколько сами депутаты представительного органа используют вот эти свои права на сегодняшний день? Даже в перечисленные права представительного органа, они дают возможность в своевременно установленные законным сроки принимать бюджет муципального образования. То есть, жестко установленные сроки надо принимать бюджет. Если бюджет в установленные сроки не принимается, то наступают последствия, скажем так, не очень приятные для этой территории. Потом, значит, что касается внесения изменений в устав, это тоже обязательные действия. Федеральный законодатель предусмотрел, что не позже, чем в течение шести месяцев, изменения в федеральном законодательстве должны найти отражение и в уставе муципального образования. То есть, эта компетенция, она не надуманна, она гарантирует деятельность представительного органа муципальных образований. И поэтому каждая из этих компетенций востребована, и депутаты пользуются этим своим правом. Каждое муципальное образование имеет свою программу комплексного социально-экономического развития. И, конечно же, как я уже сказал, эта программа принимается представительным органом муципального образования. Василий Васильевич, если говорить в общем о местном самоуправлении, то какие направления во взаимодействии с госорганами можно выделить как ключевые на этот 2017 год? Какая работа проводится? Ну, сама деятельность органов местного самоуправления в соответствии с 12 статьей Конституции, она является обособленной и четко указана, что органы местного самоуправления не входят в систему государственной власти. То есть законодатель предусмотрел невмешательство органов государственной власти в деятельность органов местного самоуправления. При этом необходимо учесть, что многие вопросы, которые решаются на местном уровне, в интересах местного населения, они не могут обособленно быть решены органами местного самоуправления. То есть в этих процессах участвуют и органы государственной власти. Во-первых, при формировании нормативной правовой базы, обеспечивающей деятельность органов местного самоуправления, исключительно органы государственной власти субъектов имеют право принять законы по конкретным направлениям деятельности органов местного управления. Начиная с того, что именно законом субъекта устанавливается граница муниципального образования, устанавливается статус муниципального образования. Изменить границу муниципального образования тоже можно только законом субъекта. Даже наименование органов местного самоуправления устанавливается законом субъекта Российской Федерации. Надо сказать, что за годы перехода к местному самоуправлению, а у нас организованный переход к местному самоуправлению состоялся в декабре 2002 года, за все это время выработана хорошая практика взаимодействия органов исполнительной власти, законодательной власти с органами местного самоуправления. Это взаимодействие заключается в том, что именно органы государственной власти сформировали необходимую нормативную правовую базу для деятельности органов местного самоуправления. Именно органы государственной власти формируется финансовая база деятельности органов местного самоуправления. С учетом того, что у нас муниципальные образования, как правило, все являются дотационными, то есть бюджет является несамостоятельным, то, конечно же, очень многое зависит от того, насколько органы государственной власти поддерживают в финансовом отношении деятельность органов местного самоуправления. Применяется так называемое бюджетное выравнивание с тем, чтобы все муниципальные образования имели равные возможности для обеспечения, предоставления услуг, которые являются обязательными от муниципальных образований для наших граждан. И поэтому не преследуется цель ограничить взаимодействие. Напротив, система взаимодействия совершенствуется, и надо признать, что такая практика к отчету исполнительных органов государственной власти перед населением, они ведь тоже проходят в одном ключе, предусмотренном, что органы местного самоуправления тоже должны считываться перед населением. По результатам таких отчетов формируются соглашения, которые являются официальным документом по взаимодействию между правительством республики и органами местного самоуправления. Такие соглашения ежегодно подписываются и контролируются их исполнение. Василий Васильевич, в начале нашей беседы Вы очень подробно рассказали о бесключительных компетенциях депутатов, представительных органов муниципальных образований. Есть же еще и обязанности. Конечно же, депутаты несут обязанность, которая предусмотрена в законодательстве, предусмотрена ответственность представительных органов местного самоуправления перед государством и перед населением. Ответственность перед населением выражается в возможности граждан отозвать своего депутата. То есть ответственность тоже предусмотрена наравне с исключительными полномочиями. Кроме того, депутаты несут ответственность перед государством. Эта ответственность заключается в том, что если депутаты представительного органа приняли свой нормативный акт, противоречащий Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Сахар-Якутия, и по решению суда установленные сроки решения представительного органа не отменено, то наступают последствия, которые выражаются в том, что такой представительный орган может быть распущен. Есть еще требование проводить заседание представительного органа не реже, чем один раз в три месяца, и тоже если представительный орган нарушает эти сроки, и этот факт подтвержден в судебном порядке, то наступает тоже последствия в виде распуска. Спасибо. Я благодарю вас за это интервью. Еще раз напомню, что гостем в студии был руководитель департамента по вопросам местного самоуправления администрации главы и правительства Республики Сахар-Якутия Василий Васильевич. На этом мы заканчиваем. Всего доброго. До свидания. До свидания.